Дорогая церковь, давайте мы не вставаем. Просто помолимся, чтобы Господь через Своё Слово укрепил нас, чтобы Он послужил нам сегодня, каждому, в чём мы имеем нужду. Дорогой Господь и Бог, мы сегодня перед Тобой склоняемся, мы пришли к Тебе, ибо у Тебя глаголы вечной жизни. Господь, Ты – источник жизни нашей. И мы просим, подкрепи нас сегодня, научи и наставь, вдохни нас, жизнь Твою, утешь, исцели, благослови нас, каждого из нас. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Я очень рада приветствовать, дорогая церковь, каждого из вас. Моя проповедь сегодня будет называться «Жизнь вопреки». Жизнь вопреки. Я скажу вам так, что в моей жизни, я думаю, что в вашей тоже, есть такие люди, которых можно назвать неваляшками. Я вам сейчас покажу, что такое неваляшка. Это такая, знаете, игрушка, раньше у нас в детстве, такие были очень часто. Вот такая неваляшка. Вы знаете, да, в чём её свойства? Вроде бы она уже лежит на лопатках, вроде бы уже всё. Потом смотришь – раз, она встала. Ты её вроде бы опять на лопатки положил – раз, она встала. Тут просто поверхность неровная, кафедра немножко наклоненная, поэтому неваляшка так немножко неровно стоит. Но принцип сохраняется. Ты её положил на лопатки, а она вновь встала. Пусть она здесь стоит, мы будем на неё смотреть. И знаете, братья и сёстры, у меня в жизни христианской есть много таких людей. Вот как бы их ни клонили обстоятельства, уже кажется, что всё, сдался человек. Проходит время, смотришь, он опять стоит. И вот в чём секрет этих людей, мы сегодня разберёмся. И как нам быть такими людьми, но которых сломать, чтобы обстоятельства не сломали нас, чтобы не произошло. Я вам расскажу сейчас только об одной такой сестре, но о ней можно рассказывать много разных историй. Вот она действительно неваляшка. Я её уже знаю больше 20 лет. И знаете, половину своей жизни, даже, наверное, большую половину жизни, которую я знаю, она сражалась за своего мужа. Муж очень сильно пил. И вот эта сестра воевала за его спасение. И вот без преувеличения десятки раз он падал. Я не знаю, может быть, даже уже больше, чем десятки, может, это уже пошло на сотни, не знаю. Но вот она сражалась за его спасение. И каждый раз, вот смотришь, она вроде бы добилась цели. Смотришь, он уже такой, такой уже трезвый. Вот уже начинает ходить на служение. Потом проходит какое-то время, он опять упал. Потом опять он в церкви, потом опять упал. Опять в церкви, опять упал. Я смотрю на эту сестру, а вот она верит Богу, она радостна, она такая живая, она служит Богу. И смотришь, ну вот, есть источник, у которого этот человек черпает силы. Ты прекрасно понимаешь, что это не в ней секрет, а секрет в том, в кого она верит. Вот так. И знаете, она таки вымолила своего мужа. Да, можно сказать, перед самой его смертью он обратился к Богу, он покаялся. И какой-то период времени он был христианином и отошел к Господу. Но самое главное, что она вымолила своего мужа. И он ушел к Господу спасенным человеком. Второй такой пример из ее жизни. Вот, думаю, так выпало на долю этой хрупкой женщины. Вот такие вот трудности. Она многие годы воевала за свою квартиру. Это была единственная квартира, другой у нее не было. И вот так обстоятельства сложились тоже благодаря зависимости мужа. Его обманули люди и так дальше. И в итоге они многие годы воевали в судах за эту квартиру. Потому что эти люди, а люди были действительно очень нечестивые. Они хотели отобрать не просто свою какую-то часть, а всю квартиру, и они ее пугали. Они говорили ей, послушай, мы выбросим тебя на улицу. Они пугали, что они сделают что-то ее маленькой дочке, подстерегут ее где-то на улице. И знаете, было очень тяжело. Было очень тяжело. Они подкупали людей. И вот я помню, один раз эта сестра получила повестку из суда, что она должна освободить квартиру в течение двух недель. И вот я помню, как мы стоим у нее в коридоре в этой квартире и держим в руках эту повестку. И я свидетель, я читаю. В течение двух недель вы должны освободить квартиру. Идти некуда. И вот мы держим этот клочок бумаги. И я говорю ей, послушай, давай мы помолимся Богу. И вот мы взялись за руки вдвоем с нею. И мы помолились и сказали, Боже, помоги. Куда нам идти, Боже? Кто нам поможет, Боже? Только к Тебе мы прибегаем, у Тебя помощи ищем. Помоги, Господь. И знаете, вот так вот с верою в Бога мы помолились. Ну, казалось бы, отчаянная молитва. Отчаянная молитва. Эта молитва вопреки, вопреки всем обстоятельствам. Она опять подает апелляцию в суд. Проходит какое-то время. И в результате полностью, на 100% квартира отошла к ней. Эти люди не получили ничего, никакой части. То есть полностью восторжествовала правда Божья. И эта сестра, она осталась в квартире. И смотришь, такую победу Бог свершил, когда, казалось бы, уже невозможно ни на что надеяться. И вот где-то за несколько месяцев до войны эта сестра, у нее начались проблемы со здоровьем. И вот она говорила все время, заявляла нужду. У меня панические атаки, у меня бессонница. И знаете, здоровье и там болит, и там. Но полностью человек расклеился. Вот полностью расклеился. И служить тяжело. Наверное, я уже буду потихоньку-потихоньку оставлять служение. То, которое несу. И вот представьте, когда началась война, я думаю, ну все, наверное, таки война доконала ее. Я ее не видела какое-то время. Думаю, наверное, таки доконала. Если ей так было плохо до войны, я представляю, что сейчас с ней происходит. Если были панические атаки, бессонница до войны. Ну думаю, ну все, все. И вот представьте, мое удивление, когда мы собираемся несколько недель назад, и эта сестра, она говорит, «Вы знаете, братья и сестры, я за время войны помолодела лет на 10. Чувствую себя прекрасно. Никаких панических атак нет. Сон нормализовался. И со здоровьем такие улучшения. А я, знаете, я слушаю ее, и я задаю себе вопрос, как это возможно? Ну как это возможно? Ну должно же быть совсем наоборот. И ты понимаешь, что что-то происходит, ну не просто человеческое. И мне пришли на память слова из Исайя 40 глава. «А надеющиеся на Господа обновятся в силе». И вот это пример, знаете, «А надеющиеся на Господа обновятся в силе». Они вновь поднимутся. И я хочу, чтобы мы могли вместе прочитать это место из Библии. Исайя 40, с 28 по 31 стих. Исайя 40, с 28 по 31 стих. И здесь написано, «Разве ты не знаешь?» Это сам Бог говорит. «Разве ты не знаешь?» «Разве ты не слышал, что вечный Господь Бог, сотворивший концы земли, не утомляется и не изнемогает, разум его неисследим?» Он даёт утомлённому силу и изнемогшему дарует крепость. Утомляются и юноши, и ослабевают, и молодые люди падают, а надеющиеся на Господа обновятся в силе, поднимут крылья, как орлы, потекут и не устанут, пойдут и не утомятся. Аминь, братья и сёстры. Это Божье Слово. Это Божье Слово. И есть ему подтверждение, люди, конкретные люди. Ты смотришь в них и понимаешь. Это Слово Божье. Да и аминь. И я хочу сегодня сделать три важных вывода, а потом мы свершим молитву. Бог положил мне на сердце сегодня помолиться за людей, которые утомились, морально утомились, эмоционально утомились. В борьбе, которую мы сейчас внутри переживаем, эти люди утомились. Возможно, уже даже руки опускаются, возможно, кажется, что обстоятельства уже готовы вот-вот тебя сломить. Но мы сегодня помолимся Богу, и Он даст нам силу. Аминь, братья и сёстры. Он обновит нас в силе. Он обновит старенького, Он обновит немочного, Он обновит того, который просто изнемог. Господь вновь обновит вас в силе. И первое, что хочу сказать, Бог может. Мой первый вывод такой, Бог может. Братья и сёстры, давайте мы вместе скажем, Бог может. Это мы не можем, а Бог может. Это для нас это нереально, а для Бога реально. Он может сделать вопреки всем обстоятельствам. Он может это сделать. Как в случае с сестрой. Мы же понимаем, это сто процентов сделал Бог. Это не просто её человеческие ресурсы были. Это сделал Бог. И поэтому, дорогой друг, я скажу тебе, что всё необходимое, чтобы ты жил, боролся, не упал поражённым, всё это есть у Бога. Бог сильный, Он может. Он может обновить сегодня твоё здоровье. Бог сегодня может обновить твою семью, вопреки всему, что ты видишь и слышишь. Бог может обновить твою семью. Бог может обновить твой бизнес. Бог может обновить твоё служение. Возможно, ты смотришь и думаешь, ну невозможно, всё, крах. Бог может всё это обновить. Бог может обновить твой дом, даже если он разрушен. Бог сильный. Я не знаю, как, но Он сильный это сделать. Бог сильный. И даже если все вокруг будет говорить тебе, что это невозможно, а ты верь Богу, с Богом это возможно. С Богом это возможно. Он даст силу, и мы будем сегодня об этом молиться. Второй вывод важный, второй вывод я могу сделать такой из этого Слова Божьего. Надейся. Братья и сестры, надейся. Библия говорит, а надеющиеся на Господа обновятся в силе. Знаете, что обозначает слово «надейся» буквально в словаре? Оно обозначает так. Ожидай хорошего. Ожидай хорошего. Давайте вместе скажем. Ожидай хорошего. Друг, я хочу обратиться к тебе сегодня и сказать, перестань ожидать плохого. Ведь это Библия говорит, надеющиеся на Господа, значит, ожидающие хорошего от Господа обновятся в силе. Бог хочет, чтобы мы могли ожидать хорошего. Знаете, в чем только соль вопроса? Скажите, надеющиеся на Господа обновятся в силе. Все люди обновятся? Нет. Только те, кто надеются. Но знаете, в чем соль вопроса? На Господа надеются. На Господа. Не на себя, не на людей, не на правительство, не на оружие, не на союзников, не на случаи. А знаете, на что? На Господа. Вот если человек будет ожидать от Господа, надеяться на Господа, он будет каждый раз обновляться в силе. Вопреки всем обстоятельствам, он будет обновляться в силе. Я скажу вам так. Я читаю новости, как и все вы, и очень часто они плохие. И вот когда я читаю плохие новости, знаете, я задаю себе вопрос. А кто это сказал? Это сказал Бог или человек? И я понимаю, это сказал человек. Это прогноз человека. Это мнение человека. Братья и сестры, дорогие, но я надеюсь не на них, а я надеюсь на Господа. Я ожидаю от Господа. И знаете, что это делает? Это каждый раз вселяет в меня мир. Это каждый раз вселяет в меня мир, спокойствие в мою душу, потому что я ожидаю от Бога. Дорогие друзья, Бог нас любит. Бог слышит наши молитвы. И знаете, что еще? Бог не опаздывает. А даже если нам кажется, что Бог опаздывает, то вспомните случай с Лазарем, когда все вокруг думали, что Бог опоздал. Тем больше будет чуда. Вместо исцеления Бог воскресил. И мы сегодня знаем случай такого чуда, воскресения. Братья и сестры, Бог, Он не опоздает. Он нас слышит, Он нас видит, Он нас понимает, и Он нас поддержит. Поэтому нам нужно надеяться на Него, ожидать хорошего от Господа. И третье, что я хочу сказать, третье, первое, мы говорили, что Бог может, второе, надейся, и третье, слово сильнее мысли. Дорогие друзья, слово сильнее мысли. Я попрошу вас, вот как-нибудь поэкспериментируйте, попробуйте это сделать. Я это говорю, потому что сама так делаю, систематически. Когда к вам придут и постучатся негативные мысли, а знаете, что сделаете? Не варитесь в них, а попробуйте вопреки им сказать, всё будет хорошо. Нет, это не в уме сказать, а вслух сказать. Всё будет хорошо. Если вы скажете это со властью, уверенно, то знаете что? Это слово прогонит негативную мысль, потому что слово больше мысли, оно сильнее мысли. Попробуйте так сделать, когда негатив в следующий раз постучится в ваши мысли, в ваши эмоции. Попробуйте вслух сказать, всё будет хорошо. Дорогие друзья, помните, я вам показывала открыточку, что у меня есть такая открыточка, на которой написано «Прекрасный день». Она выручает меня по сей день. И когда я утром встаю и падают глаза мои на эту открытку, «Прекрасный день», и я вопреки всему, что слышала и видела, говорю, «Этот день будет прекрасным». И знаете, особое настроение уже у тебя появляется. Этот день будет прекрасным, не ужасным, он будет прекрасным, вопреки всему. Не благодаря тому, что я слышу и вижу, а вопреки всему. Дорогой друг, а ты возьми и скажи, когда негативные мысли к тебе постучатся, «У меня всё получится». Вот возьми вслух, скажи «У меня всё получится». И ты увидишь, как страх отступит. Мысли страха не отступят. Почему? А ты сказал, «Это исповедание веры, у меня всё получится». А ты знаешь, скажи, «Я прощаю и благословляю». Может быть, внутри ты чувствуешь обиду, а ты возьми и скажи вслух, «А я прощаю и благословляю». И ты видишь, как это слово победит те негативные чувства, которые в тебе находятся. Я вам приведу сейчас три примера из моей жизни. Один раз, это очень наглядно. Он такой для меня, знаете, всегда смешно, этот пример, но для меня очень наглядный. Однажды мы ехали в машине и втроём сидели на заднем сидении. Вот сестра сидела, потом я сидела, ещё один человек сидел. И вот мы остановились, чтобы высадить вот эту вот сестричку. Ну, вы знаете, в эту же сторону нельзя высаживать человека. Это же будет на проезжую часть. И вот она через нас, эта сестра пытается выйти, наступила на ногу мне, наступила на ногу этому человеку, который сидел рядом. И знаете, всех нас чуть не придавило и такая сама себе говорит, «Да успокойся, я тебе сказала!» Знаете, она когда себе так сказала, «Да успокойся!» Сама себе приказала, «Успокойся!» Я тебе сказала. Слушайте, это было так смешно, с одной стороны, но с другой стороны, для меня это был как наглядный пример, что можно самому себе что-то сказать, понимаете? Казалось бы, ну и что тут такого, что тут за пример? А я вам скажу уже второй пример. Однажды сестра Нина Савочка, пастырь Нина Савочка, она меня учила. Она была моим наставником, когда я обратилась к Богу, то есть сестра Нина, она проводила со мной наставничество. И она меня уже потом учила, говорит, «Таня, послушай, когда ты вдруг, у тебя такие нервы расшатаются, и будет такое состояние нервное, знаешь, что сделать? Вот просто сядь, сама сядь и скажи себе, успокойся. Успокойся. И вот побудь какое-то время в спокойствии, скажи, сама себе скажи, оно это пройдет все. Оно того не стоит. Успокойся. И вот не встань с места, пока ты не успокоишься. Вот не встань с места, пока не успокоишься. И знаете, братья и сестры, я начала раздумывать. Вы знаете, когда мне люди говорят, успокойся, мне не хочется успокаиваться. Вам честно скажу. У вас по-другому? Ну вот кто из вас успокоился хоть раз, когда ему сказали, успокойся? Наоборот, ты еще, нам же хочется еще что-то в ответ сказать. Но когда ты сам себе говоришь, успокойся, это уже по-другому. Ты как-то на себя не обижаешься, понимаете? Вот на себя нету этой обиды, агрессии, что-то в ответ сказать. И вот я подумала, какое же это правило золотое? Друзья мои, ну кто еще успокоит меня, как не я сам успокоюсь, скажите? Приду к Богу и успокоюсь просто. Но это не работает в суете, понимаете? Это не работает так, что ты сказал успокойся, куда-то побежал. Это надо просто сесть и успокоиться. Притом это можно сделать где угодно, на работе, дома, где угодно. Чувствуешь, нервы нападают. Чувствуешь, что уже все, сейчас что-то будет. Держите меня вчетвером. Ты уже чувствуешь, что такое у тебя состояние. То, друг дорогой, сядь и успокойся. Знаете, я такое делаю, я вам сейчас покажу это, ну знаете, это чисто символически. В этом нету ничего, в этом жесте нету ничего религиозного или мистического. Я когда-то это прочитала, мне понравилось и я так делаю. Вот запомните этот такой жест. Руки вниз, руки вверх ладошками. Руки вниз, руки вверх. Руки вниз, это я отдаю. Руки вверх, это я получаю. Это чисто, чтобы не забыть. Именно в самих руках нету ничего, нужно и без рук, чтобы все это происходило. Но знаете что, вот когда мне нужен мир, мне нужен мир, я сажусь. Как правило, я делаю это или утром, чтобы идти в день, в новый день, или когда нервы расшатались, то это я где угодно могу сделать. Я сажусь и так, знаете, ладошки вниз и говорю, Господи, я отдаю Тебе сейчас все мои переживания. Я отдаю Тебе сейчас все мои страхи. Я отдаю Тебе сейчас ситуацию в Украине, которая происходит. Я отдаю Тебе сейчас ситуацию в моем здоровье, Ты знаешь, что происходит. Боже, Ты видишь, как сильно я нуждаюсь сейчас в мире. Я отдаю все эти тревоги Тебе. Но знаете, дорогие друзья, это еще не все, это только половина дела. А потом я ладошки вверх, это чисто символически. И говорю, Боже, а теперь я принимаю от Тебя мир, я принимаю от Тебя силу идти в этот день, я принимаю от Тебя мудрость, я принимаю от Тебя любовь, чтобы любить людей, я принимаю от Тебя способность прожить этот день достойно, чтобы потом в течение дня это мне было стыдно в конце сказать спасибо. Я принимаю это от Тебя. И вот знаете, казалось бы, это бывает меньше минуты вся эта процедура, но ты действительно успокаиваешься, ты отдаешь все Господу, принимаешь от Него все потребное, и все, и мир, он в твоем сердце. И тогда я знаю, я могу идти в этот день, да, будут всякие переживания в этом дне, но Бог даст мне силы справиться, Бог даст мне силы справиться. Поэтому, дорогой друг, помоги сам себе, приди к Богу и поговори с Ним. Только в Боге успокаивается наша душа. Дорогие друзья, не от людей, не от новостей, не еще от чего-либо успокаивается наша душа, только в Боге успокаивается наша душа. И она может быть спокойна вопреки всему, что мы видим и слышим. Она может быть спокойна, и она будет спокойна, если мы придем к Богу и поговорим, вслух поговорим с Богом о наших переживаниях, отдадим Ему и возьмем у Него все, что нам необходимо, чтобы в мире прожить этот день или справиться с этим обстоятельством. И знаете, третий пример я вам приведу. Я увидела, какую силу имеет Божье Слово. Братья и сестры, не просто хорошее позитивное Слово или исповедание, а какую силу умеет Божье Слово. Это оружие, против которого дьявол бессилен вообще, отступит все, что нападает на нашу душу от Слова Божьего. Я скажу вам так, что я человек не склонный к унынию по жизни. Но у любого человека бывают разные моменты и разные переживания. Вот я помню, как было время такое, и на меня напали такие... Вот знаете, бывает такое, что что-то навалилось на твою душу, и вот оно тебя давит. Но вот настолько груз лежит. Да, были определенные обстоятельства, которые к этому подтолкнули. Но знаете, я заметила, уже проходит месяц, второй, третий. Прихожу в молитву, вроде бы легче становится. Ухожу из молитвы, и вот тучи сгустились. Такое впечатление, как будто бы жизнь из себя куда-то девается. Она не задерживается в тебе. Очень тяжело, очень такой мрачный период жизни. Я уже и просила, Боже, освободи меня, Боже, ну уже как только я не просила. И вот однажды, ну это уже, знаете, сгустились тучи. Ну вот сгустились, сказалось бы, ну вообще очень, очень, очень тяжело настало. Очень тяжело. И вдруг внутри меня, знаете, пробилось такое желание. Я сейчас слово Божие провозглашу совластью с верой. И я так сказала сама себе, это ж... одна в комнате и говорю, я храм, живущий во мне Святого Духа. Я не своя, я куплено дорогою ценой. Тот, кто во мне больше того, кто в мире, во имя Иисуса Христа. И знаете, еще несколько подобных таких вот исповеданий вслух сказала. И знаете что, братья и сестры, в одно мгновение от меня отступило это мрачное состояние. В одно мгновение. Это не было, постепенно становилось легче. И я тогда увидела, какую силу имеет Божье Слово. И я увидела, что Божье Слово, если мы его со властью исповедуем вслух, послушайте, мы победим любые беды, которые будут нападать на нас, на наши мысли, на наши эмоции. Бог даст нам силу справиться со всем. Дорогие друзья, Слово Божье имеет власть. И Слово сильнее мысли. Сейчас всякие мысли лизут в нашу голову, но с Божьим Словом, с добрым исповеданием мы сможем победить эти мысли. И не впасть в это состояние, чтобы ходить в нем месяцами. Мы будем сейчас молиться. Музыкант, пройдите, пожалуйста. Братья и сестры, я еще раз хочу, чтобы мы могли посмотреть на это слово из Библии. Исайя 40, 31. А надеющиеся на Господа обновятся в силе. А надеющиеся на Господа обновятся в силе. В этом слове нет сомнения, братья и сестры. Библия утверждает, надеющиеся на Господа обновятся в силе. И знаете, я вот думала, вот что такое есть в этой неваляшке, что не дает ей упасть, вот что постоянно она поднимается. Ну вот что такое? Получается же, это что-то внутри нее, это же не снаружи, с виду, просто обычное такое, обычная игрушечка. Но внутри нее что-то скрыто такое, невидимое для глаза, но оно реальное. И оно не дает ей упасть. Знаете, я подумала, вот что не дает нам быть пораженными, чтобы уже пасть и не подняться. Что вновь и вновь поднимает нас, обновляет нас? Братья и сестры, знаете, что это? Это надежда на Господа. Это надежда на Господа. Она вновь тебя поднимет. Да, она какое-то время, это неваляшка даже, видите, пошатается, пошатается, вроде пошатается. Потом смотришь, опять стоит. И я скажу тебе, дорогой друг, возможно, обстоятельства сегодня так тебя положили на лопатки и говорят тебе, ты уже никогда не поднимешься. Возможно, они тебе говорят, все, конец, выхода нет. У тебя ничего не получится. Уже не станет легче, ничего не изменится. Да все, что угодно могут говорить нам наши обстоятельства. Но если ты, дорогой друг, надеешься на Господа, я еще раз повторю, надеешься на Господа, ожидаешь от Него хорошего, от Бога, ты знаешь что, эта неваляшка опять встанет. Пошатается, пошатается, встанет и будет стоять. Поэтому, дорогой друг, я скажу тебе, надейся на Бога. Просто надейся на Бога. Знаете, Иисус Христос, мы сейчас будем молиться, к Нему будем обращаться. Когда Иисус Христос был на земле с учениками, Он был с ними рядом. И они прибегали к Нему. Вы помните, когда Он уходил с этой земли, Он сказал, чего вы плачете, мои ученики? Вам лучше, если я пойду. Они тогда не могли вместить Его слов. Как лучше, Иисус, если ты рядом, тебе можно прибежать. Ты такой крутой, ты такой сильный, ты все можешь, ты все умеешь. Ты рядом, тебя можно потрогать, тебе можно в душу поплакать. А Он говорит, для вас лучше, если я пойду. Потому что Он знал, когда Он рядом, это одно. Но когда Он умер, воскрес, отошел к Отцу, и потом Он говорит, я Духом Святым буду обитать внутри вас, то знаете, Иисус внутри лучше, чем Он просто рядом. Вы меня понимаете? Теперь Иисус находится у тебя внутри, ты храм, живущего в тебе, Святого Духа. И Тот, кто в тебе больше того, кто в мире. И ты глиняный сосуд, но в тебе сокровища находится. Господь, Который ближе всего к тебе, Который любит тебя больше, чем все люди этого мира любят. Да пусть тебя никто не любит из людей, Он внутри тебя, Он тебя любит. Он тебе поможет где угодно, где бы ты ни находился, ты куда бы ты ни пошел, Он будет внутри тебя, и Он может тебе помочь. Где бы ты ни возвал, к нему. Даже в самой горячей точке, даже в самом неблагоприятном месте, Он в тебе находится. Он находится внутри тебя. Если ты позовешь к нему, возовешь к нему, Он ответит тебе, подскажет, поможет, утешит. И что бы вокруг ни говорили обстоятельства, а Божье Слово, оно говорит, что Он не даст нас в добычу зубам их. Кто бы ни нападал, как бы ни были они сильны, а Бог не даст нас в добычу. Он внутри тебя, и Он сегодня хочет послужить тебе, Он хочет сегодня обновить тебя. Знай, что Он рядом с тобой, ближе, чем все, 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 все люди, Он рядом с тобой. давайте мы сейчас поднимемся. Мне бы так хотелось, чтобы мы могли сегодня просто с верою, как дети. Он даже наши немощи понимает, Он понимает наши слабости, Он понимает наши боли, переживания. Давайте мы сегодня в этой молитве с верою придем к Нему. И знаете, что сделаем? Отдадим Ему все наше бессилие, всю нашу усталость, всю нашу немощь, все наши переживания. Мы все это отдадим Ему. А у Него мы возьмем силу, обновление, мы возьмем у Него жизнь, мы возьмем у Него защиту, мудрость, способность любить, быть добрыми, способность просто прожить этот день. Давайте мы сейчас в этой молитве придем к тому, который ближе всего к нам, который любит нас. Дорогой Господь и Бог, мы так Тебе благодарны, Господь, что можем на Тебя надеяться, что Ты нас выбрал, полюбил нас, когда мы Тебя не любили и не искали, но Ты захотел. Мы Твой выбор, и Ты этот выбор отстаиваешь, Господь. Мы очень сильно благодарны Тебе, Господь Иисус, за то, что Ты теперь не просто рядом с нами, Ты внутри находишься. И теперь, где бы мы ни были, Ты внутри нас, и как бы ни было тяжело, Ты слышишь нас изнутри. Ты понимаешь все наилучшим образом, Господь. Мы так благодарны за Твою доброту и любовь. Мы так Тебе благодарны за все, Господи. И мы сегодня отдаем Тебе все наше бессилие. Боже, Ты видишь, какие обстоятельства вокруг нас. Боже, что мы можем сделать? Очень многие из нас беспокоятся, что я могу сделать? Вот мы отдаем Тебе все наше бессилие, Господь, всю нашу неспособность что-либо поменять, Господь, как-либо улучшить ситуацию. Мы все это отдаем Тебе, Боже. Мы всего лишь люди. Мы люди, но мы Твои дети. Мы отдаем Тебе, Господь, наши немощи физические. Мы отдаем Тебе все наши болезни, все наши боли. Мы отдаем Тебе все наши обиды. Мы отдаем Тебе, Господь, все наши тревоги, все наши переживания. Мы отдаем Тебе наши семьи, господь мы отдаем тебе наших близких о которых переживаем господь мы отдаем их тебе сейчас нас нету рядом но ты рядом ты бог вблизи ты бог вдали и ты сейчас рядышком с ними там находишься и твои очи обозревают всю землю и ты хочешь поддержать их и мы сегодня их благословляем боже мы отдаем тебе господь наш бизнес и наши работы мы отдаем тебе материальную сферу нашей жизни мы знаем боже ты израиль пустыне 40 лет кормил манную 40 лет ты заботился господь и бросал им хлеб с неба хлеб с неба господь иисус христос даже одежда их не ветшало эти 40 лет насколько ты чудесный всемогущий дорогой господь мы даем тебе наши дома особенно те люди которых дома разрушены пострадали боже мы все дадаем тебе больше чем мы можем поправить все это у нас нету силы господи но она есть у тебя и сегодня мы отец мой берем у тебя все все необходимое для жизни нашей мы сегодня берем у тебя мир вот просто сейчас берем мир твой божественный не наш человеческий мы берем твой божественный мир господь мы успокаиваемся в тебе сейчас господи мы сейчас обнимаем тебя наш спаситель добрый мы как мария сидим у ног твоих чтобы слышать слова твои мы берем у тебя мир мы берем у тебя крепость мы берем у тебя силу мы обновляемся в силе и мы вновь господь поднимемся мы вновь поднимемся будем стоять прямо и ничто не сломит нас господь ничто не повергнет нас сраженными и ничто не отдаст нас добычу зубам их Господь драгоценный, мы даем Тебе страну нашу и принимаем у Тебя мир и победу. Мы знаем, для нас это нереально и невозможно. Господь, но это реально и возможно для Тебя. Мы верим, Господи, Ты никогда не опоздаешь. Никогда не опоздаешь. Но Ты всегда будешь рядом с нами, и Ты вовремя пошлёшь ответ. И сегодня, Господи, мы берём у Тебя Твою благодать и благодарим Тебя, что сможем прийти в наши дома и принести мир нашим родным и близким. Принести просто мир нашим родным и близким. Дорогой друг, знаешь, что сделай сейчас? Вот просто с улыбкой, улыбкой, посмотри на своего небесного Отца. Вот закрой сейчас глаза, чтобы не смущаться, никого не видеть вокруг. Вот просто улыбнись, посмотри на своего небесного Отца верою. Побудь в таком состоянии буквально немножко. Успокойся. Знаете, сегодня Бог вытирает слёзы не только с женских лиц, но и с мужских. Сейчас есть мужчины, которые в душе плачут. Вы знаете, почему плачут? Потому что они привыкли, что они могут контролировать ситуацию, но они понимают, что ничего не могут сейчас изменить. И они плачут от бессилия. Но Господь, Он говорит тебе, что Он вытирает твои слёзы. И Он говорит, что Он поможет тебе, Он укрепит тебя. Просто доверься Ему. Ты привык всё сам решать. Ты привык всё сам решать. Ты привык, что ты всегда сильный. А Бог говорит, я сильнее тебя. Я твой Отец. Доверься Мне. Я помогу тебе. Я сделаю то, что ты сделаешь, сделать не в силах. Я помогу твоей семье, так как ты сам не поможешь. Я помогу. Вы пройдёте это трудное время. Я буду рядом с тобой. Я сильнее тебя. Я твой Отец. Да благословит нас Господь. Давайте мы воздадим славу нашему чудному Богу. АПЛОДИСМЕНТЫ